Да, сегодня Марину забирал муж на велике, потому что мне времени... Он тебя на велике забирал? Да. Да? Давай, мама с тобой сядет. Ой! На качели покачаемся, ребят, с вами. Муж повесил качели. Эту качелю он не сам делал. Мы брали у моей подруги. Она у неё тоже когда-то так на даче висела. Нынче я помогала. Она хотела его выкинуть. Ну как? Говорит, не нужно он мне. Я говорю, дай мне. И забрала. И муж вот повесил здесь. Здесь ребяткам хорошо сидит. Даже самой вот так вот после огорода сел, покачался. Так, ребят, хорошо, так расслабляет. Тут Мариночка. Марина, скажи привет всем. Привет. А там Ванька ещё. Да, там Ванька, который заболел по ходу дела. И в садик больше пока не пойдёт. Что-то приболел ребёнок. Мы всего отходили неделю. Вот так вот. Морковку тоже уже полила. Надо ещё и бельё собрать. Я ещё руки даже не мыла, ребят. Верите, нет? Садись. Садись, садись. Ванечка с нами хочет качаться. Ложись, Ваня, вот так вот. Марина, ты тоже ляг нормально. А я вас покачаю. Хорошо, Ваня, да? Видите, как они все тут качаются. Так что вот такие вот у нас дела. Мам, и там твои усенишки. Да я знаю, там настурция сидит. Она ещё что-то слабенькая. Пока не буду её пересаживать. У меня настурция что-то сильно вытянулась. Бархатцы ещё раз посадила, раз они у меня нифига не это. Все перцы высадила, всё, высадила, всё. Дома рассады теперь нет. Вроде бы нету. Надо проверить, кстати. Вдруг что-нибудь забыла высадить. Вот такие вот дела. Машенька идёт. Баню затопили. Сейчас надо помыться. Завтра с Оксаной в город поедем. Надо ей учебники сдать. И Маше надо завтра в город тоже учебники сдать. Занозу у тебя? Ну сейчас подожди, помогу достать. А я вон, видишь, маленьких качаю. Мама! Ваня, у тебя что, температура-то весь красный? Мам! У тебя голова болит? Да. Да. Мам! Ну что-то весь красный, значит, температура, скорее всего. Мам! Мам! У него что-то 37 так держится, и голос хрипит. Мам! Утром, главное, не было температуры, но голоса не было, поэтому я его не повела. Ваня сегодня сошла, да, Мариночка? А ты знаешь, что маленькие дешевельники могут доставать за ножи? Конечно, могут. И поэтому я не повела. Я зашла только в садик, заплатила за Ваню 500 рублей за садик пока, потому что частями приходится платить. И сказала, что мы дома посидим. Не знаю, сколько, но завтра отключение воды, завтра точно они не пойдут. Вот, скорее всего, на больничный мы пойдем. Да, Мариночка. Ой, Маша. Нет, это не заноза. Кто-то поцарапала. Ладно, дорогие друзья, вот такой вот у меня... Ой, Машенька села тоже. Сейчас всех качать надо. Вот такой вот у нас был день. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всем желаю хороших сходов, кто садил огородок. Ну и себе тоже, конечно, этого желаю. Умоталась до чертиков. Ну, будем надеяться, что хоть что-нибудь у нас зайдет из того, что мы посадили. Хотя у нас тут нифига ничего не растет. А у Дену когда-то был слоник один. Слоник один? Да. Он его укусил. Да, ты что-то говоришь. Они все этот журнал рассматривают, который мне пришел. Им очень он нравится. Там ребятишки к забору какие-то подошли. Пытаются заглянуть сюда. Ладно, дорогие друзья, вот такой вот у меня был день. Некогда было снимать. Почти ничего не снимала. Тут Маша немного поснимала меня. Мы с папой работали. Мам, я знаю, почему ты там ушла. А сама ничего не снимала. Потому что, я извиняюсь, но у меня руки были в курином навозе. Мама, я нахожу. Я весь день в огороде. Весь день что-то капошкаешься, делаешь. То одно, то второе, то пятое, то десятое. Сейчас пойду, надо еще что-то кушать, приготовить. Там по идее... А, нет, нет у тебя, Ванечка, за мной. Там по идее есть что покушать, но дети просят опять сделать спагетти и сосиски для гриля пожарить. И спагетти это... Ты не хочешь спагетти? А что ты хочешь? А сосиски? Сосиску? Так мы сосиски сейчас сделаем. Мам, я хочу сосиску с сосками. Ну вот, видите, что они хотят. Ящик внизу под компьютером фиолетовый лежит туда. Мам, а бывает так в коробочке. Ну вот, иди туда положи. Ладно, дорогие друзья, вот такой вот был день. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. И всем всего самого хорошего. Всех я вас очень сильно люблю. Всем пока-пока. Так, дорогие друзья, нарезала курицу. Сейчас уберу все в холодильник. Ножки я делала по одной и разделала по кулечкам. Сейчас уберу в морозилку. Тут поставила варить спагетти. Компот дети доставали из апельсина. Помните, что я варила. Вы тогда смеялись, нахрена ты это делаешь? Переводи денег. Дети достают и пьют довольные. Ладно, убираю мясо и покажу, что дальше буду делать. Так, дорогие друзья, часть мяса я хочу замариновать для шашлыков. Тут филе куриное вот кусочки и крылышки куриные кусочки. Замариную дети, потому что просят шашлыка. Мясо я везде искала такое дорогое. Пока возможности нет купить. Поэтому делаем сами. Сейчас заправлю приправками. Нарежу сюда лучок крупненько. Майонезиком. И поставлю на ночь. И может быть завтра уже сделаем шашлыки. Завтра как раз все детки будут дома. Но с утра, конечно, в школу съездим, а потом дома будем. И можно будет сделать шашлычок небольшой. Ой, не знаю. Может, это приправа я тут делаю, всякую курицу. Так, ребят, замариновала я курицу. И поставлю в холодильник. Пусть маринуется. Завтра можно будет сделать шашлычки. Все, дорогие друзья, приготовила ужин. Сегодня ужин у нас спагетти с сосисками для гриля. С кетчупом. И дети попросили также еще яйцо пожарить. Это я себе просто поливаю кетчупом. Остальные сколько захотят, столько польют. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а мы пошли кушать. Всем доброе утро. У нас время 9 час. И мы идем на автобус. Да, Оксана? Оксана, где у тебя школьные кроссовки? В школе? Надо забрать их. Ладно, идем в школу сдавать учебники. Ура! Дорогие друзья, съездили мы в город с Оксаной. Сдали учебники и все. Короче, дурдом сегодня полностью с этой школой. В целом, зашли в магазин. Купила пить вот такую вот бутылочку питья. Набрала деткам шоколадок по 39 рублей разных. Сейчас покажу, какие взяла. Вот такую вот. Она молочная с белым кокос-вафля. Кокос-вафля с имбирем. Молочная белая кокос-вафля. А, цитра апельсина. Сейчас, подожди. Кофе с молоком и вишня. Также зашла, ребята, взяла еще 10 кустиков земляники. Показывать не буду, но вот так вот показала. Дальше у нас заканчивается чай. Взяла принцесса Нори коробочку чая. И зашла, взяла кусок свинины. Вышла на 800 рублей. Тут мясо чисто, кусок. Потом покажу, какой он внутри. Да, не трогай. Уберите кошку, пожалуйста. Дальше, что купила, сыр классический. И также я делала заказ лекарств. Заказывала я пиктусин в сироп, две коробочки. Потом сироп солодки вот такой вот заказала. Я думаю, все лекарства просто заканчиваются. Вот такой сироп солодки я заказала. Фитопростудин деткам заказала от каши. Ваня, иди туда, сейчас мама подожди даст. Потом бронхорус заказала у меня, потому что все закончилось. Прошу прощения. Так, Ваня, иди туда в зал. Дальше, что я взяла? Таблетки мукоутина от кашля. Мне они очень нравятся. Также заказала нафтезин плюс. Капли 1% в носик ребятишкам. И очень и очень много аскорбинок. Вот здесь вот что у нас. 2, 4, 6 штук. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 штук. В общей сложности по 5 рублей они были. 5 с копейками, сейчас я точно скажу, сколько не стоило. Вот, 13 аскорбинок заказала. 5,70 они были. Эти аскорбинки. Я всегда деткам заказываю, им нравится. И на рынке взяла еще бобы. Посадим бобы. Сейчас закручу. Вот такие вот целом все покупки. Сейчас покажу, какое мясо. Вот, ребята, видите, такой кусок мяса. Просто кусок мяса. Тут небольшая косточка совсем. Вот она, вот она, эта косточка небольшая. Остальное все мясо. Вот. Тут этот кусок у меня вышел на 800 рублей почти. И вот такая вот, ребята, у меня земляника. Тут два разных сорта. 10 кустиков еще взяла. Они по 30 рублей. Вот 300 рублей я отдала за эти 10 кустиков. Посажу, пускай растет и радует ягодками нас. Вот такие вот в целом покупочки были. У нас сегодня на улице дождик сильный идет. Вообще погода плохая. Ваня совсем разболелся. Значит, на больничный будем садиться. Как-то так я сегодня путем не спала из-за того, что у него температура все-таки поднялась. И мы все-таки идем на больничный. Позвоню сегодня воспитателям. Скажу, что все-таки все. Разболелся он. Пять дней мы отходили в садик, ребят. Пять дней всего. Вот и говорится. Может вообще не ходить в садик. Пускай дома сидят. Ну, а посмотрим. Ладно. Сейчас напою ребятишек чаем. В ванне дам лекарства. И пойду высаживать землянику, пока сильного дождя нет.